Девушки отдыхают Красота! Посеял все семечко к семечку Посадил грядочко к грядочке Не растет! Тут по радио передача была Говорили, что все мы уже когда-то жили Только не помним об этом Мне стало так интересно, что я послал им письмо И знаешь, кем я был в прошлой жизни? Бабочкой! Молодец! Так вот, думаю, да что же это такое? И поливал, и пропалывал, и что только не делал Все, думаю, конец урожаю Но третьего дня вдруг... А я ведь всегда в душе чувствовал себя именно бабочкой Ты не представляешь, как иногда хочется спорхнуть И лететь с цветка на цветок Бабочки такие красивые То, что я родился этим, это какое-то недоразумение Здесь цветы не собирай Иди лучше на опушку Там бутоны гораздо сочнее Мы, бабочки, в этом хорошо разбираемся Молодец! 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 Я тогда летать буду Чем ты тут брыскаешь? От писякомых Ой, а я-то думаю, что мне так дышать тяжело стало Ладно, полетела я Мне еще нектар собирать В бабочку играет Он заигрался совсем Надо с ним поговорить Лосяш, разговор есть Ты давай, это, прекращай Ерунду и баловаться Мне маленький уже Это о чем? О бабочках А, то есть вы решили за меня, кем я должен быть А на мои чувства Вам наплевать, да? Я не лось, понятно вам? Не лось! Я просто выгляжу как лось А в душе я бабочка Сколько лет я нес бремя чужой жизни Притворялся лосем Больше лгать не могу Он сошел с ума, тащите носилкин Чем тебе не нравится быть лосем? Рожденный ползать Летать не может А я лечу Посмотрите Лечу Да Какие есть предложения, коллеги? Это домик лося А бабочки живут на деревьях Копатыч, идем ужинать Это бабочкам хорошо Капелька нектара И порхают целый день А нам нужно и пироги есть И блины И салатики вкусные И многое-многое другое Не понял На языке бабочек Это означает Короче, сами знаете Кто вы Мы-то знаем А вот ты, по-моему, нет Лосяш, подожди Ты куда? Мы ж пошутили Наша ночная бабочка вернулась Еда на столе Мне сегодня снилось Что я тигр Такой полосатый Сильный Страшный Не боись Тигры бабочек Не едят Слышит Слышит Субтитры сделал DimaTorzok Друг мой одаренный, можно я на секундочку оставлю свое место и подойду к вам? Что? Я спрашиваю, можно я подойду к вам на секундочку? Конечно, почему нет? Мне просто интересно, достаточно ли выразительно моя поза или имеет смысл поднять руку с чашкой чуть выше? Простите, а где мой дом? И извините за нескромный вопрос, где я? Вы же только лес нарисовали! Да, дружище, я давно хотел изобразить лесной пейзаж Ведь с холма, а твой чудесный домик как-то выбивался из композиции Простите, но это неправда Вы как художник должны отображать жизнь, а вы рисуете ложь Да ничего я не должен Простите, но там стоит дом! Повторяю, мне нравится этот лес Мне много что нравится в этой жизни Но все на картину не поместится Твой домик тоже ничего, но с ним давай в другой раз Это заблуждение! Почему не поместится? В реальности же он помещается? Так отобразите, маэстро! Или вы думаете, что вы у меня из самой жизни? Я свою реальность нарисовал Пожалуйста, рисуй свою, умнее Реальность, она одна, на всех Только кто-то видит ее красоту, а кто-то, простите, слеп Совсем другое дело, совсем Никакой отсебятины Быть реалистом, это уже талант Проклятый куст Загораживает гамак Как же я раньше не заметил Нет, гамак нужно показать обязательно Он очень красивый Что же делать? Просто не рисовать куст, будто его и нет, а? Нет Мы уже убедились, что это тупиковый путь Это будет неправда Вот теперь хорошо И композиция хороша И никаких конфликтов с реальностью Субтитры создавал DimaTorzok Просыпаетесь Просыпаетесь Пора открыть глаза Для вас восходит новое солнце искусства Оно озарит темень ваших призрачных фантазий Который час? Самое время быть реалистом Друг мой, а я начинаю думать, что судьба послала меня во мне случайно Кто-то должен был открыть вашему таланту новые горизонты Смотрите Смотрите И сравнивайте Документы Зараза Зачем здесь этот никчемный ручей? Поверьте, мой друг Его не было Сейчас мы исправим это недоразумение Надо убрать этот олиповатый огонь Своей неестественностью он портит всю композицию Какой удар под дых От реальности Коллега, я все понял В этом и есть великий смысл точного и правдивого отображения жизни Уже нет ни леса, ни моего дома Но на моем холсте они есть И когда зритель увидит мою картину Он будет благодарен мне за мою частность Потому что ему же и сравнить-то будет не с чем А это что такое? Это гамак А-а-а А это где? Это? Это... Уже не помню А-а-а 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 А это... А-а-а А-а-а Это гус Помните? Я его спилил А-а-а Ой, да Все Курок не обрехал Ой А-а-а Курок У-у-у-у А ты знаешь, что на Дальнем Востоке Некоторые племена считают, что заходящее солнце Забирает с собой все грустные мысли, пришедшие за день И только осенью солнце так торопится уйти за горизонт Что успевает забрать только половину Поэтому осенью всегда так грустно А мне вот не грустно Смотри, какой поносиновик И откуда ты только берешь все эти истории? Да из памяти лезет все, что не попро... Кхе-кхе-кхе-кхе Что не попросишь О-о-о Да ты, брат, смотрю, простудился Хе-хе Холодно А ты без шапки Пойдем лечиться Пока здесь всех не заразил Болезнь, как некоторых гостей Нужно выводить в самом начале Хе-хе Когда они только пришли А чемоданы еще не распаковали А то потом как поселятся И уже не поймешь, кто в доме хозяин Что это? Настой шиповника Вкусный и полезный Еще я тебе дам пилюли Они, может, и не такие вкусные Но тоже очень полезные Шиповник По одной легенде Шиповник вырос из крови девушки Которая, не желая выходить замуж за нелюбимого Заколола себя кинжалом Какой ужас! О-о-о Ой, ума не приложу Откуда ты берешь все эти сказки? Кое-что читал Кое-что слышал Кое-что видел сам Давно живу Ну, как ты их все помнишь? Я, например, тоже на прошлой неделе читал про эту Ну, как ее? Ну, эту Ну, вот видишь Даже уже и не помню, про кого читала Не знаю Просто история про шиповника девушку Когда-то очень впечатлила меня Вот я ее и запомнил Ты, наверное, в молодости был очень впечатлительным Очень Я вот думаю Как бы ночью ливень не разразился И не накрыл бы все наши планы медным тазом Не разразиться Видишь, с гор идут кучевые облака Очертания у них резкие Значит, пастух доволен и не будет лить слезы Какой пастух? Который пасет облака Ну, так древние считали Ну, а эта история чем тебя впечатлила? Точно не помню Кажется, я потерял что-то Очень переживал по этому поводу И мне кто-то рассказал про небесного пастуха И сказал Видишь, он там плачет из-за потерянного облака А мы здесь вынуждены страдать из-за плохой погоды Мол, надо посмотреть тельней со слезами А я третьего дня потеряла гантелю Ну, видел у меня эти резиновые Пока искала, вспомнила все нехорошие слова Потом, когда нашла, слава богу, опять их забыла Но если бы мне кто-то даже тогда рассказал про этого пастуха Я, честное слово, сегодня уже про него и не помнила Зато ты помнишь тысячи рецептов Я бы столько никогда не запомнил Да что рецепты Пять грамтовую ложку Этого перемешать и варить на медленном огне А небесный пастух Это красиво Приятно, когда в голове небесный пастух А не пять способов дезинфекции тапочек Как это тебе удается? Не знаю Я чувствую ко всем этим историям причастность Мне кажется, они меня как-то касаются А когда тебя что-то действительно касается То и в памяти остается более глубокий след Удивительно А плохие и некрасивые истории Но не всегда же бывают все хорошо и красиво Истории получаются плохими и некрасивыми Не потому что они с кем-то случаются А потому что их кто-то неправильно рассказывает Ты утром пилюли принимал? Не помню Ты помнишь уйму всякой ненужной ерунды И не можешь запомнить Принимал ты сегодня пилюли или нет? У тебя такой возраст, что все нужно помнить про свое здоровье Ты права Но веришь, такое ощущение, что меня это не касается Что возраст здоровья и пилюли про кого-то другого Зато меня касается Ну-ка марш принимать пилюли Живешь в иллюзиях В воображаемом мире Я жил в нем слишком долго Чтобы менять на другой Ой-ой Волны словно шлейф Мантии уходящего властелина До завтра, господин солнце Как красиво Но я же ничего не запомню Буду помнить только то, что ты забыл принять пилюли Я тебе напомню Хорошо бы, чтобы про нас тоже рассказывали Много хороших и красивых историй Пусть каким-нибудь образом это будет их касаться Иногда просыпаешься и понимаешь Сегодня все будет особенным У тебя миллион планов А сил и энергии вообще на миллиард И целый день впереди Ну, елки-иголки, вот обязательно было сейчас сломаться Так, где же это все? Солнце... Карыч, у тебя гвоздя лишнего не будет? Доброе утро! Челесный день, не правда ли? Ага, великолепный Мне бы полку прибить по-быстренькому Увы, дружище, гвоздем помочь не могу Но могу помочь советом Гвозди точно есть у пина Пройдемся вместе, дружище Мне как раз по пути А почему мы этой дорогой пошли? Так же длиннее Именно А ты посмотри, какие тут виды Да, неплохо Но я как бы спешу У меня еще куча планов сегодня Да-да, конечно О, ты только глянь Какая красота Пин, Карыч говорит, что у тебя есть гвозди Я-я, Билли Отлично! Не одолжишь мне Но больше, найм, гвоздь Вчерашний день Мой выбор Вольт и гайка И теперь никакой стук Только легкий, металлический Музыка Изумительно! Знаешь, дружище Ты только что вдохновил меня На один музыкальный эксперимент Всегда рад, помогает А мне тут кто-нибудь поможет? Мне вообще-то гвоздь нужен Я припоминаю Гвозди есть у совунья О, это мы удачно зашли Компрессия Спасибо, было вкусно Так что там насчет гвоздей? Ой, точно Где-то у меня завалялась парочка Так, ага, это... О, смотрите-ка, что нашла Сто лет не играли Пятьдесят семь Гвоздики, гвоздики Куда же вы подевались? Барабанные палочки Есть! У меня квартирка Ха-ха-ха Где же они у меня были? Так что я думаю, что... О, какая красота Держи Это гораздо лучше, чем гвоздь Отличная вещь Сейчас такие не делают Йо-йо, приносите удача Я целый день потратил Ёлки-иголки Ничего не сделал, что планировала Вообще Из-за этого Гвоздя Несчастного Ха-ха Может, еще пирога? Да-а-а-а-а-а Прожигатели времени, вот вы кто! Когда вы вообще хоть что-то успеваете? Жить-то когда? Не! Ну что, сидим? Я уже никуда не тороплюсь. Теперь можешь показать, как ты красиво порхаешь. Бег-бег-бег-бег-бег! Ай! Опять ты! Да пропади ты! Тебе жить надоело. А если бы я тебя не заметил? Ух ты! Руаш! Отличный денек, а? Ага, замечательный. Слушай, у тебя нет случайно чернил. Столько надо сегодня записать. У меня нет. Но точно видел вчера у совы. Айда вместе. Мне по пути. Эй, ну почему в ту сторону? Так ведь в два раза дольше. Именно. Посмотри. Эй, ну почему в ту сторону? Ты мне не заметил? У-у-у-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Отдыхающий! Вернитесь обратно за буйки! За буйки не заплываем! Мы снова приветствуем наших дорогих огородников-любителей. Копатыш! Такой классный день! А ты на огороде паришься? Айда с нами на пляж! Покатаемся! Да не, ребят, не моя погода. Волны нет. Я лучше поработаю, пока время есть. Ну не спекись только! Ёжик, не тормозим! Что уж и говорить о помидорах. Отдыхающим! На местах массового отдыха запрещается заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва. А ну вот так! А вот так! А еще разок! Мне нельзя загорать! Я всегда обгораю! А я нет! О, не валяйте дурака! Пойдемте купаться! Вашей дурацкой волны все равно, слава богу, не предвидится! Это я вам как метеоролог говорю! Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! Наших дорогих огородников-любителей! И коротко о погоде. Возможно, к концу недели будут осадки, и ветер незначительно усилится. Зажимаем нос! Ух-ху! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ху! bor Когда загораю, я всегда угораю! Эх-ху-ху! Эх-ху! Зажимаем нос! Выдохнули в рот Массаж церковь Зажимаем нос Повторяю еще раз Смотрите-ка Все-таки дождался Ну что, какие мнения? Будет волна По-моему, он ее уже видит Точно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А повествую, пишу нашу историю, чтобы и через тысячу лет про нас знали Предусмотрительно И катались все с горки только Что-что, только бараш в стороне стоял Ибо боязно ему было, это, это неправда Мне не было боязно, ибо, ибо я просто не хотел кататься Всем казалось, что я боялся Не принимай так близко к сердцу Кто-то боится кататься с горки, кто-то нет Чего тут стыдиться? Да что ты говоришь? Да через тысячу лет обо мне будут знать только это Был какой-то трусливый бараш, боялся кататься с горки Давай-ка переписывай, пиши, что катался, так и все Я не буду писать неправду Тогда я напишу Это исторический документ, а не книга жалоб и предложений Тогда я буду писать свою историю Правильную После митвы Сэр бараш подъехал к ее шатру И фея Нюша вручил ему свой поток Может сделай меня принцессой? Прекрасный Точно! Потом я должен буду высвободить тебя из плена Но перед этим твое королевство захватят Кто же его захватит? Гулять, пойдете? Захватят коварные крольчища и ежища Понимаешь, через тысячу лет язык может сильно измениться Напишешь, например, ежик был настоящим другом А через тысячу лет слово настоящий может означать совсем другое А под ежиком вообще будет подразумеваться что-нибудь неприличное А то нарисовал И даже через десять тысяч лет любой поймет, о чем речь Спустя несколько тысяч лет начался летниковый период И всем бил холодно, особенно динозаврам Пин, дорогой мой, не трогайте динозавров Вы их не видели Пишите про себя А если до потомков дойдет только моя история и никакой больше Они будут знать только Пин, Пин, Пин Как будто никто больше не жил Потомки должны знать и про динозавры И про мою тетю, которая осталась в Фатерлянде Слушайте, как пишется империалистической? С ума сойти Все пишут историю И все на свой манер Если кто-нибудь когда-нибудь попробует разобраться Во всех этих исторических записках Он же сойдет с ума Во-первых, пишут не все Копаточ, например, не пишет Он же сейчас в зимней спячке Во-вторых, чтобы не сходить с ума Нужно выбрать только одну историю А все остальные либо подстроить под нее Либо объявить недействительными Копаточ будет первым читателем Мы должны успеть к нему первыми У него сейчас фаза глубокого сна Недельку поспит у тебя на коврике А потом разбудим И как только поснется, тепленького его и возьмем И не отпустим, пока не прочтет И не проникнется Стойте! Минуточку Ах, Дунг! Ёжик, наше историческое будущее в опасности Отдайте Копаточа! Он принадлежит всех! Мы его первые забрали Господа историки, это же наш единственный читатель Поэтому нашу историю он будет читать в первую очередь Так нечестно! История нас рассудит! Стойте! Стойте! Да стойте же вы, наконец! Ай! Ай! Ой! Ай! А! О! О! Я все придумал Мы будем вести нашу общую летопись Каждый день будет назначаться дежурный Он будет записывать все, что случилось за день Согласны? Гениально! Мы согласны! Мы! Мы! Боже! Пойдемте ко мне Составим расписание Завтра начнем с тебя, Лося Обязательно нужно завести детку Где я? А где мой дом? Принцесса Нюша Остался один Спокойно! Спокойно! Я выжил! Я выжил! Выжил! И я должен начать новую историю Проснувшийся в две тысячи или три Какой же сегодня год? Тогда так В начале было слово И слово было Чуть меньше месяца осталось до крупнейшего авиашоу От винта Участники доводят свои самолеты до совершенства Да, да, совершенства Ведь судьи будут оценивать не только летные характеристики Но и внешний вид летательных аппаратов Я понимаю, когда самолет самый быстрый Тот, кто летает быстрее всех Логично Логично Или самый мощный Но что значит самый красивый? В чем логика? Красота! Дело вкуса, дружище Дело вкуса Да И в какой цвет тогда красить? Покрась в зеленый Цвет жизни Или красный Страсть и энергия А чем красный красивее зеленого? Или наоборот? Да ничем И где тут логика? Все проще Вот у тебя какой любимый цвет? Ах, покрашу в черный Как пингвин Вроде логично Удивительно Может они приняли самолет За большую бабочку? Глюбить насекомые Ну, во-первых, это красиво Красило Где красило? Глюбить бабочка Мешает мне красить самолет Кыш Кыш Кому говорай Ах, какой от них вообще только? Ну, бабочки опыляют цветы Друг мой настойчивый Я это уже давно не практикую Я не в форме Я... Ого! Феноменально! Думаете, у меня получится? Они хотят большой бабочка Они ее получат А что это вы за цветок такой выбрали? Полетели на опушку Там бутоны гораздо сочнее Видишь самолет? Признаться, не очень Вот, и бабочки не видят А он есть Это фиаско Как же ты жесток Мир насекомых Ай! Что за шутки? Теперь мой любимый цвет Маскировка И логика И красота Остроумно Ну, вот Теперь все работает Не замерзнешь Спасибо, дружище Завтра авиашоу Мой история про борьба с бабочкой Станет украшением праздника Да Надеюсь, погода будет летная О, а почему этот глупый бабочка Не прячутся? Уже холодно И цветов больше не остаться Где логика? Они должны были улететь на зиму В теплые края Но не знаю Что-то их держит А скоро заморозки обещают А как же авиашоу? А в другой раз Они хотят большой бабочкой Они ее получают Ну, и где же тут логика, дружище? Бабочка зимой Вот где точно Эт логика Однажды Закроются двери И ветер потрепля Тебя по плечу И станет Спокойно и ясно Как только Однажды Однажды Меня! Однажды Ваши мечи и меня! Ты скажешь В плечу А-а-а-а А-а-а А-а-а Ветер Задал А-а-а А-а-а Девушки отдыхают Зачем имеет смысл идти Хоть до края света Ого Это просто невероятно Что мы забрались в такие дебри За каким-то там медом Поверь мне Ты не пожалеешь Когда ты вкусишь этот божественный нектар Ты забудешь про все на свете Ты будешь благодарить меня Ох, как ты будешь Благодарить меня Мед Это песня песней Это лучше света В темном царстве Это праздник, который Усегда с тобой Когда-нибудь у меня будут ручные пчелы Они будут делать мёд для меня Да! Вы увидите, как я буду доволен Ребята, чего-то мне плохо Конечно, плохо Ты съел целый бочонок Ёжик, не смеши меня От мёда плохо не бывает Только хорошо А давай я подержу твой бочонок Ты, наверное, устал Не вздумай дать ему Он и так еле дышит Нет, нет Мёд нельзя оставлять Это страшный грех Бочки придётся оставить Крош, скажи ему, что это невозможно Ты что, не понимаешь, что тебе нельзя? Ничего особенного Надо сначала перенести его Это же просто мёд Не понимаю, зачем мы шли за ним в такие гебри Ёжик, если тебе мёд не нравится, не надо обобщать Каждому своё Мне мёд, тебе приключения Ребята, помните, мёд не бросаем Нам нельзя оставлять их вместе Капатыч, ты самое тяжёлое приключение в моей жизни У вас ещё вся жизнь Твоими бы устами Да мёд Твоими бы устами Твоими бы устами Я не найду Мне логичOY У夫 Заход Я Мюд А-а-а! М-м-м-м-м. Пропопадение. Тихо, хотите ещё сходить за мёдом? Нет, ни за что! Тогда поймайте мне эту пчелу Пин, что это у тебя здесь? Изобретение, да? Нет, абсолютно бесполезное человечество А куда это всё? В утиль Творческий кризис Твин, погоди, погоди Ну зачем же всё в утиль? Вот, например, отличная вещь Найн, это есть брак А вот это? Классная же штука Хлам А это-то? Пин, а? Дрянь А вот это? Найн Смотри, смотри! Найн Ну вот же ведь! Это просто прелесть! Какая вещица! Найн, никуда не годный барахло! Ну вот хоть и это, Пин, а? Может быть, хоть и это пригодится человечеству? О! По-моему, это как раз то, что мне нужно! Ну вот что это, Пин, а? Это... Это... Это счастье-мёд! Что-что? Ну, счастье-мёд! Понимает? Вот, прицелился в какого-нибудь несчастного Пиф-баф! И он счастлив! Навсегда! Ах, не работает! Почему? Не хватает одной деталь, очень важной! А... Ну так вот где же? Ну так где она? Где же эта деталь-то? Ну вот эта деталь! Где она? Где-то здесь, закатилась куда-то Железный такой мячик С дырочками ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашёл? Нет, ещё! Нашёл! Ещё нет! Нашёл! Нет ещё! Нашёл! Ну, пошли к Пину! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, Крош, по-моему, теперь мы потерялись Ничего-ничего! Вот выберемся! Принесём Пину эту штуку! Он соберёт свой аппарат 퓨. Будем многие счастливы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Х son wickedом окرجающий футбол. СПОКУЛОН ОПЕРЕСТВЕНИ 싶은 пудра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, где же вы быть? Я так волноваться! Наконец-то я вас нашел! Ох, какое счастье! Вот, и мне пришлось быстро-быстро изобретать эта машина, ну, чтобы вас искать. Мой склад О-О-О большой, ногами не обойти очень долго. Классная машина! Я-я, полезный лещ! Ой, она упала! Кто? Деталь, деталь отчасти мёта. Останови, Пин, надо поднять! А, пустяки, мой друг, совершенные пустяки! Что сейчас вам нужно для счастья? Горячий чай и постель. Я? Я-я-я! Ха-а-а! Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть. А порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот какой смысл умываться по утрам, чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся. Не лежи на снегу, простудишься. Ну и что? А смысл не простуживаться? Чтобы не болеть. А смысл не болеть? Чтобы быть здоровым, елки-иголки. А смысл быть здоровым. Чудак, тебе что, не нравится быть здоровым? Причем здесь нравится или не нравится? Я не хочу быть бессмысленно здоровым. Тебе нужен смысл? Да. Во всем, во всем. Неплохо бы. Тогда тебе нужна кузинатра. Какая еще кузинатра? Кузинатра, дающая смысл. Да, она мне нужна. Но где ее искать? Это очень далеко. За смыслом хоть на край света. Веди меня. Нет. Мне в такую даль переться незачем. Мне смысла в этой жизни и без кузинатры хватает. Умоляю, отведи, иначе мне цынок. Ладно. Может, оно и стоит того. Я к тебе удивляюсь. Зная о кузинатре, ты ни разу ею не воспользовался? Меньше знаешь, крепче спишь. Тебе говорит усталый дух. Ты стал старым, черствым и равнодушным. Неужели тебе неинтересно, в чем смысл жизни? А что мне даст эта информация? А вдруг окажется, что смысл жизни не есть сладкого и не спать до 12? Я тогда только расстроюсь. Глупый, Карыч, глупый старый, но добрый. Ты представляешь, какая только замечательная, наполненная смыслом, жизнь начнется, когда тебе будет все понятно. Когда ты будешь понимать, зачем ты обделся пирожными до коликова или вдруг ни с того ни с сего наврал Стрекорова, тебя не будет мучить неизвестность. Жить станет легко и ясно. Да мне и так было нормально, пока тебя сегодня не встретил. Ведь все беды отчего? От того, что каждый в одном и том же видит разное. Разные смыслы вкладывают и получаются конфликты. А когда будет смысл один, настоящий, все будут жить дружно. Да сколько же еще идти к этой кузинатре? Не могла, что ли, поближе где-нибудь обитать? Нам нужно написать записку и составить схему маршрута до кузинатра, чтобы тем, кто нас найдет, было легче идти. Они будут сильнее нас и подготовленнее. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Кузинатра. 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 Где мы? Мы дома. Дома мы. Мы заблудились в метели и сделали крюк. Сейчас ты немного отдохнешь, и мы снова отправимся в путь. Не надо торопиться. Кузинатра от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал, пока этих смыслов вполне достаточно. Кузинатра. Кузинатра. Субтитры создавал DimaTorzok